Приветствую, друзья! Продолжаем нашу серию видео о покупках 11.11. И напоминаю заранее, потому что не все смотрят мои видео до конца, теперь на YouTube нововведения. И чтобы не пропускать новых видео и какие-то новости канала, вам недостаточно просто нажать кнопочку подписаться. Вы еще должны нажать кнопочку колокольчик. Прямо под этим видео. И обязательно поставить галочку о получении всех новостей. После этого YouTube всевозможными способами будет вас уведомлять о любых изменениях на моем канале. Итак, давайте приступим. Как я уже говорила, все посылки у меня вскрыты, потому что мне нужно было отчитаться перед продавцом. Была вот такая посылка. Она пришла первой. Пришла она 22 ноября. Через ровно 10 дней. Это было для меня шок, потому что я не привыкла так быстро. Обычно посылки доходят за 30-50 дней. Иногда я про них даже забываю. Некоторые уже прошел год, и они до сих пор не пришли. Внутри было вот так запаховано в пакетике. И я думаю, что вы догадались. Пошел шок. Здесь такая вот странная инструкция, на которой, в принципе, если мне не смотреть, и так все ясно. Я думаю, что вы догадались. Это держатель для пакета, чтобы вешать на кухне, и туда складывать очистки и все такое прочее. Прикольная штука. Она плоская, но я ей недовольна сразу. Во-первых, вот это крепление, оно выпадает. То есть оно никак не фиксируется. По идее, если сюда надеть пакет, оно должно держаться. Но что-то меня так вложит сомнение. То есть она там просто ходит ходуну. И пакет не настолько толстый, чтобы ее там зафиксировать. Поэтому не знаю. Я пока ее не эксплуатировала. И мне кажется, она не очень удобная. Второй такой маленький минус размер. То есть я думала, что она будет пошире и немножко подлиннее. Но даже если такой длины, ширины, да, то он может быть вот так чуть-чуть побольше. Ответствие будет, чтобы хоть как-то в него попадать. Потому что, например, если чистишь картошку, они бывают как маленькие, так и большие. И как бы эту штуку берешь для того, чтобы в принципе не смотреть туда, куда ты чистишь картошку. Просто чистить ее и все. А здесь придется концентрировать внимание. То есть вдруг что-то на пол упадет. Но сама идея хорошая. Вот. И самый большой минус – это вот это вот крепление. Если видно, я буду держать горизонтально. Сейчас сделаю штуку, беру. Вот я держу горизонтально. Видите, куда она отклонилась? Обратно ее отогнуть не представляется возможным, потому что пластик довольно плотный. Если только ее нагреть чем-то и отогнуть обратно, я не знаю, дефект это производства, или это во время транспортировки так произошло, но это очень большой минус, потому что дверца гораздо шире, или толще, как сказать, и нацепить на нее эту загогуля, ну, сломается. Вот. В общем, вот так. Покупка меня, в принципе, разочаровала. Ссылку я оставлю. Стоила она около 70 рублей. Там, ну, плюс-минус. Не буду врать все время с ценами. Я лучше вам напишу, оставлю ссылку и напишу под видео, сколько она все-таки стоила, потому что бралась она по распродаже. А вы посмотрите уже, выиграла я что-то с этой распродажей или нет. И мои впечатления по поводу распродажи 11.1, то вы можете увидеть в другом видео, где я делаю обзор на штатив. Вот такая была покупка, которой я не очень довольна, но возвращать ее не буду. Не хочу спорить с продавцом, это не та сумма. Если бы она стоила 600 рублей, я бы поспорила, но за 70 рублей нет. Лишнее нет. Вот такая была покупка. Обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх или вниз. Колокольчик не забудьте, нажать на него надо. И пока-пока, до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok